Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Не получается выйти из объективных отношений. Сильный психологический абьюз. Я жертвую, ухожу и потому что она возвращалась. Потому что не могу выдержать расставание. Ребёнок от него за эти четыре года накопилось много боли и негатива и злости в себе. Я потерял себя как личность, как девушка, как человек. Понимаю, что это будет никуда. Как не возвращаться к компьютеру, я не могу сама справиться. Чувствую себя неудачницей, слабой, но сама не могу справиться. Ну, я не думаю, что конкретно сейчас какой-либо ответ вам поможет. Потому что это будет на самом деле неприметно. Вопреки определённому мнению, я не считаю, что у позиции жертвы одна и та же технология. На мой взгляд, позиция жертвы имеет разную этимологию. Уникальную, я бы сказал, этимологию. И, как мне кажется, в первую очередь с этимологией жертвенности нужно работать. Но это такая, я бы сказал, перспективная задача. Эта задача больше на перспективу, нежели чем на здесь и сейчас. Вам, пожалуй, важно, я сейчас скажу немного странную фразу, почувствовать свои чувства. То есть, понимаете, когда вы говорите, например, о том, что у вас есть, ну, злость, да, у вас есть много боли, негатива. То, как будто бы, ну, так, по крайней мере, кажется, что всё понятно. То есть, как будто бы кажется, что всё очевидно. На мой взгляд, вы не говорите об этом, на мой взгляд, вы не выражаете это. А даже сейчас, говоря про свои чувства, вы их по большому счёту не конкретизируете. То есть, само собой, понятно, что вам больно. Само собой, понятно, что у вас много негатива. Но, что это за боль? Что это за негатив? Вот это, в данном случае, я бы сказал, несколько неясно. И с этим, как мне кажется, в первую очередь, и нужно познакомиться. Ваши чувства, они какие? Ваши переживания, они какие? Они про что? Вот на это, на мой взгляд, нужно вам обратить своё внимание. Если, конечно, вы хотите, на самом деле, себе разобраться. Также, то, на что нужно обратить ваше внимание, на мой взгляд, заключается в том, что есть определённая, скажем так, выгода. Вторичная выгода для вас в том, в каком вы сейчас находитесь положении. То есть, у позиции жертвы всегда есть вторичная выгода. Сейчас вы её, может быть, не видите. Сейчас вы её, может быть, не замечаете. Сейчас вы, может быть, её отрицаете. Но она есть. И, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам это обнаружить. обнаружить эту самую вторичную выгоду. Постараться увидеть её. Заметить её. И, я думаю, что это уже будет сильный шаг вперёд для вас. Следующий момент. Я думаю, что вы пришли в отношения с абьюзером, как вы говорите. Не просто так. То есть, не просто так вы в эти отношения попали. Я думаю, что вряд ли вы будете спорить с тем, что у этого есть определённая закономерность. Так вот, наша задача заключается в том, чтобы эту закономерность увидеть. Наша задача заключается в том, чтобы увидеть, какую же свою собственную проблему вы пытаетесь решить в этих отношениях. Вот вы говорите о том, что потеряли себя. Потеряли себя как человек, как девушка, как личность. Ну, само собой, что это не может быть приятно. Не может быть приятно себя потерять. Это правда. Но так же, я думаю, что это вряд ли произошло случайно. Я не думаю, что случайно вы себя потеряли. Я думаю, что тот, кто себя чувствует или чувствовал, себя не потеряет. Я думаю, что потеряет себя тот больше, кто себя не чувствовал, у кого были с этим проблемы. Вполне возможно, что у вас с этим всегда были проблемы. И получается, что мы решаем вопрос здесь далеко не объюзивных отношений, как могло бы показаться. А мы решаем вопрос с того, что, возможно, вы себя никогда и не чувствовали. Понимаете? И вообще, может быть, не знаете, в каком направлении вы идете, куда вы идете, чего вы хотите. И так далее. Понимаете? Зачастую человек возвращается туда, где ему плохо. Потому что без этого еще хуже. Без этого еще хуже. То есть, так плохо. А без этого еще хуже. И вот, вполне возможно, вполне возможно, что именно поэтому вы и возвращаетесь. Потому что без этого еще хуже. То есть, довольно болезненно, возможно, как-то, что называется, встречаться с собой. Сталкиваться с собой. Сталкиваться с собой может быть... Может быть тяжело. Сталкиваться с собой может быть неприятно. сталкиваться с собой, может быть, больно, и куча, куча всего, куча всего еще, поэтому я бы, конечно, рекомендовал бы планомерно над собой работать, я не знаю, хотите ли вы этого прямо сейчас, потому что вы вроде бы помощи это, конечно, просите, вроде бы вы говорите, что сама вот я не справляюсь, вот, но на данный момент это больше похоже на крик, просто крик по стату, но не свидетельствует о вашей какой-то направленности на работу. Нет, поймите меня правильно, вы и не должны, если вы не хотите, то и не надо, никто заставлять вас не будет. Просто речь больше идет об эффективности, об эффективности вашего, об эффективности нашего времени, вот, поэтому, на мой взгляд, если вы хотите на самом деле что-то изменить, вам нужно настраиваться на индивидуальную работу, и работу, к сожалению, достаточно длительную, потому что эмоциональная зависимость корректируется довольно длительное время, в силу того, что это достаточно сильная привязка, ну, к человеку, ну, вот в вашем случае, да, как вы говорите, что вот не можете не возвращаться, вот, и начало, начало, именно вот с чего, с чего нужно начинать, это совершенно точно, что начинать нужно именно с проживания вами своих чувств, своих эмоций, своих переживаний, вот, то есть ощутить как это, когда я что-то чувствую, ощутить как это, когда я что-то ощущаю, что-то переживаю, и говорю об этом, и рассказываю об этом, понимаете? Вот это, на мой взгляд, один из важнейших моментов, на который вам желательно обратить свое внимание. Такие вещи, довольно банальные вещи, как проблема с самооценкой, страх одиночества и трудности в реализации, я даже сейчас обсуждать не буду. Ну, на мой взгляд, это не имеет смысла, потому что, опять же, на мой взгляд, это в целом понятно и так, вот, в целом, именно в целом, именно в целом, это понятно и так, вот. И это, скорее, следствие той проблематики, которую я описывал в своем, ну, вот, в своем ответе сейчас, вот. Поэтому решайте, выбирайте, думайте, и если у вас есть желание, то начинайте над собой работу, собственно говоря. Вам это не сразу, но начнет помогать, вот. Хочется, конечно, обратить внимание на то, что вы будете сопротивляться. То есть, хочется обратить внимание на то, чтобы в определенный момент вы почувствуете необходимость оправдывать своего молодого человека, необходимость обелять его и необходимость даже делать его несчастным. Вы можете также опираться на такие вещи, как то, что, ну, как бы женщина не может быть без мужчины, да, на то, что женщина, ну, обязательно должна быть с мужчиной и так далее. Так, эти вот все, так называемые, ограничивающие установки. И ни с какой установкой мы, само по себе, само по себе разумеющееся, ни с какой установкой мы бороться не будем. Не будем. Нам не нужно бороться с установками. Мы не будем ничего исключать из вашей реальности, из вашей парадигмы. Но, наверное, мы бы хотели дополнить вашу реальность. Именно что дополнить. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...